Безусловно, самым значимым медийным событием на прошлой неделе был вовсе не форум силовиков, который проходил в Уфе, а безобразная карикатура господина Бузыкаева, которая всколыхнула всю сетевую общественность, да и не только сетевую, аж дорогой Радий Фаритович был вынужден поучаствовать в этой истории. Собственно, наверное, содержание карикатуры пересказывать уже бессмысленно, потому что все ее там видели сто раз и, как говорится, оценили выразительные средства, которые использовал господин Бузыкаев для того, чтобы в очередной раз подцепить вечных этнических соперников и конкурентов, соседей географических и братьев по разуму. Я имею в виду татарский народ, изображая проститутку на Казанской трассе в национальном татарском костюме. Очень важно, что в эту ситуацию вмешался Хабиров. Я не знаю, повлияла ли на это действительно такая немножко нервозная ситуация в Уфе, связанная с приездом высокопоставленных силовиков, но, однако, Хабиров очень оперативно вмешался, потребовал от Бузыкаева извинений, каковые он, собственно, и принес, но почему-то не братскому татарскому народу, а самому Хабирову. Вообще, конечно, во всей этой истории сквозит вот эта недоброкачественность окружения Хабирова в том смысле, что Бузыкаев-Мурзагулов, вот эта вот сладкая парочка, еще много, наверное, всяких гадостей преподнесет Хабирову в качестве подставы, потому что они, в принципе, не способны генерировать тот контент, который будет идти на пользу самому Хабирову. Форум силовиков Форум вызвал достаточно интересные последствия для Уфы, и одним из этих последствий было прекращение, вернее, предупреждение голодовки дольщиков ЖК «Квартал», который они планировали устроить вот в дни этого форума. Намерение дольщиков объявить и устроить эту голодовку вызвало необычайную ажитацию в кругах силовиков, и вот почему. Дело в том, что когда в регион или в какой-то крупный город приезжают вот такие фигуры, как там Нарышкин, какой-нибудь Патрушев или еще что-нибудь подобное, вокруг них складывается некая особая такая атмосфера безопасности, которая обеспечивает там ФСО и всякое прочее специальные обученные люди, которые местных силовиков склоняют к тому, чтобы в городе не было вообще никаких событий. Речь идет о том, чтобы прекратить, предупредить или перевинтить все любые проявления какого-либо недовольства. В том числе в этот список входят и вот такие вот несчастные обманутые дольщики, которые, в общем-то, никаких политических требований не выдвигали, а объявили акцию протеста о бездействии властей в области их конкретного вопроса. Так вот, именно голодовку дольщиков ЖК «Квартал» самым таким тщательным образом перенесли на попозже. Вообще это, конечно, очень комично выглядело в том смысле, что не решили проблему, а последствия, как говорится, локализовали. Ну, в общем, я не знаю, случилось ли обещанное с дольщиками ЖК «Квартал» в четверг и пятницу. Думаю, на следующей неделе мы поймем, их просто обманули или действительно там о чем-то с ними хотя бы поговорили. Еще одним последствием вот этого саммита силовиков в Уфе было то, что в прошедший понедельник не состоялся стройчас, соответственно, и не было вообще никаких мероприятий по поводу строительства на этой неделе. И решения, например, по «Серебряному ручью» автоматически переложились на грядущий понедельник, 24 июня. Я имею в виду решения по кредиту, решения по бизнес-центру, которые должны быть оглашены вот в эту дату. Завершая такой быстрый обзор медийных событий прошедшей недели, не могу не отметить практически первое появление в медийном пространстве супруги временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Корене Хабировой. Корене Аветисян, она же Корене Хабирова, отметилась своим высказыванием в отношении прошедшего вот этого фестиваля «Сердце Евразии». И не просто похвалила, а даже критически высказалась в адрес Элвина Грея, который там превысил тайминг, и что-то какой-то случился, значит, там конфликт или противодействие между исполнителями на сцене, что вызвало некое недовольство, в том числе и Корене Хабировой. В частности, она сообщила, что кое-кто мог бы и более педантично исполнять свои обязанности в смысле времени выступлений на сцене. Ну, вообще, да, зрители тогда пострадали, они ждали выступления следующего артиста, там шел дождь, было холодно, и, в общем, конечно, раздражение вполне себе оправдано. Эта тема, я имею в виду высказывания супруги Хабирова, обсуждалась немножко и в других источниках, в частности, на Айхе Москвы господину Мурзагулову задали вопрос, дескать, ну, все ли прошло гладко на этом фестивале, и вот смотрите, есть такие высказывания, на что Мурзагулов, на мой взгляд, вполне себе по-хамски сообщил, что, дескать, если у вас там дети замерзли, это не значит, что всем остальным было плохо. Ну, в общем, конечно, Ростислав у нас в своем амплуа, но, по-моему, он уже пошел по тонкому льду. Ну, и теперь, собственно, о том, что на самом деле было главным на прошедшую неделю в жизни республики, а именно о том, что завершилось выдвижение кандидатов на пост главы республики Башкортостан, кандидатов на выборы, которые состоятся у нас 8 сентября. Теперь эти кандидаты до 11 июля должны собрать вот эти 454 подписи муниципальных депутатов, предъявить их в ЦИК и, ну, стать по-настоящему кандидатами, либо выбыть из этой предвыборной гонки. Количество людей, которые подали документы в ЦИК, выражая свое намерение участвовать в этих выборах, в этом году феноменально большое. 11 кандидатов заявили о своих желаниях. Будем, наверное, говорить по порядку о каждом из них, не будем говорить много, потому что о некоторых из них и вовсе говорить не имеет никакого смысла. Естественно, первым номером в этом списке у нас идет дорогой Радий Фаритович, который представляет партию власти, партию «Единая Россия», который мужественно заявился именно от этой партии, в отличие от других губернаторов России, которые идут на выборы 8 сентября. Хабиров единственный крупный такой кандидат от партии власти в этом году. Нигде, ни в Петербурге, ни в других регионах губернаторы, которые претендуют на должность губернатора с 8 сентября, не заявлялись от партии «Единая Россия». Мы уже говорили о том, почему Хабиров это сделал, вовсе не потому, что он такой яростный и жаркий почитатель этой партии, и член этой партии, а дело в том, что Хабирову надо было подстраховаться от своих недоброжелателей в Москве, которые могли выдвинуть от партии кого-то существенного и весомого, и он на всякий случай выдвинулся от «Единой России». Ну, хорошо ли это плохо, покажет отношение избирателей. Вообще, конечно, отношение к самой партии «Единая Россия» резко отрицательное, оно нарастает. Вот последняя линия с Владимиром Путином еще раз нам это подтвердила. Но, тем не менее, Хабиров — это тождественное понятие «Единой России», и избиратели должны об этом обязательно помнить. Далее, в общем-то, в списке не хронологически, а по политическому порядку идут кандидаты от так называемых парламентских партий. Это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Ну, собственно, все кандидаты, которые выдвинуты от этих партий в Башкирии, они нам известны, понятны, кроме, скажем, господина Игнатьева, от «Справедливой России», но их выдвижение — это абсолютная формальность, причем в разной степени. Если ЛДПР для себя решила, что будет участвовать в этом формально и за определенные плюшки еще в ноябре 2018 года, когда приезжал сюда спешно Жириновский договариваться про Сухарева и, как говорится, поставить заранее точку в этом вопросе, то вот интрига с Кутлугужиным, конечно, была несколько более кудрявой. Я говорю о том, что, в общем-то, был шанс того, что коммунисты заявятся серьезно на эти выборы и улучшат свою позицию в республике, проведя нормальные выборы, однако этот шанс не состоялся. У нас опять дежурный лесник, дежурный кандидат Кутлугужин, который кандидат в президенты и в главы Башкортостана при любой власти, и который, безусловно, ухудшит свой результат и результат своей партии на этих выборах. Я прогнозирую, что 8-9% это потолок Кутлугужина в этом году на этих выборах, и, в общем-то, видимо, об этом и договорились Сидякин, Ющенко и Афонин, выдвигая Кутлугужина безальтернативно на конференции КПРФ в Уфе. Отдельно говорить о кандидате от ЛДПР Иване Сухареве и кандидате от «Справедливой России» господине Игнатьеве, пожалуй, не стоит. Оба они абсолютно формально выдвинуты, чтобы было для галочки. Не знаю, о чем договорился конкретно Жириновский, о каких процентах для ЛДПР в отношении Сухарева, однако Игнатьев точно не наберет больше 1-2%, если он вообще пройдет через муниципальный фильтр. Такой финт ушами вообще возможен. Зачем нам столько много формальных кандидатов, когда одного из них можно будет убрать? Ну и дальше категория кандидатов, которых я обобщу в две группы. Это клоуны и темные лошадки. Для разнообразия начнем с клоунов. Клоуны – это те, кто вышел на эти выборы, не имея абсолютно никакой перспективы, не то чтобы выбраться или набрать существенное количество голосов, а даже перспективы пройти пресловутый муниципальный фильтр. Ну, по порядку. Это вечный кандидат везде, где бы то ни было, господин Кадыров, который выдвинулся у нас от партии «Патриоты». Это Рамеля Саитова, которая с четвертого раза выдвинулась от какой-то там социалистической партии и как будто бы представляет башкирскую общественность. Это, конечно же, Кобзев, которого выдвинул, я так понимаю, Мурзагулов для того, чтобы как будто бы закрыть электоральную нишу, которая в основном получает информацию из интернета. Ну и, собственно, это, конечно, Алексей Малокин, который выдвинулся вообще непонятно зачем, для того чтобы выдвинуться и тоже, естественно, не примет никакого серьезного участия в настоящих выборах, которые начнутся после сдачи вот этих подписей муниципального фильтра. И, безусловно, к категории «Клоуны» относится госпожа Тимасова, которая, побегав между партиями и обретя знание о том, что выдвигаться самостоятельно нельзя на пост главы Республики Башкортостан, упокоилась в партии «Зеленых», которая выдвинула ее на этот пост. Я думаю, что у нее тоже нет никаких шансов получить этот муниципальный фильтр и, соответственно, оставим ее в категории «Клоуны». Теперь потихонечку переходим к категории «Темные лошадки». Для меня «Темными лошадками» здесь являются две кандидатуры. Это госпожа Гайсина и господин Барабаш. Люди, в общем-то, абсолютно противоположного плана. Оба неожиданно появившиеся на политическом небосклоне Республики Башкортостан, если вообще это так можно называть. Относительно Барабаша, пожалуй, что не будем сейчас пока рассуждать, потому что я толком не понимаю ни его намерений, ни его возможности. Он заявился в последний день перед окончанием процесса выдвижения. В общем-то, там есть как предположение «за», так и «против» в пользу или против его возможности пройти этот муниципальный фильтр. Посмотрим 11 июля. А вот по поводу Гайсиной, конечно, у меня закрадываются подозрения. 50 на 50 является ли она подставным лицом, как Кобзев, которого санкционировали на выдвижение. И вполне Гайсина может, конечно, учитывая ее взаимодействие с Мурзагуловым и всей этой командой, конечно, она может идти с их одобрения. С другой стороны, Гайсина идет от абсолютно практически исчезнувшего яблока, которого у нас в Башкирии давным-давно нет. И, скажем, если она вдруг наберет 454 подписи муниципальных депутатов, то это будет очевидным подтверждением того, что ее ангажировали и фактически устроили ей эти подписи в среде депутатов. То есть, на самом деле, Гайсина набрать этот фильтр не может никак, только при помощи товарищей из Белого дома. Резюмируя выдвижение кандидатов на пост главы Республики Башкортостан, отмечаю, как, собственно, и многие, что действительным реальным кандидатом у нас является только Хабиров. Все остальные – это его собственный антураж. Прямо скажем, что-то пошло не так. И солидные, спокойные, конкурентные выборы, которые должен был имитировать Хабиров, у него не получаются. Как метко заметил Аббас Радикович Галямов, мой политтехнологический кумир, он процитировал, собственно, какую-то древнешотландскую поговорку, что если на сцене кривляются 9 клоунов, а вы выходите с серьезным лицом, то вас тоже будут считать 10-м клоуном. В общем, конечно, Хабирову нужно срочно сократить популяцию клоунов, которые вышли на избирательную арену. Я думаю, что к 11 июля у нас останется 4 или 5 кандидатов. Тут есть некая интрига, вот там есть какие-то вопросы и предположения. Но, в общем, 11 июля не за горами, дождемся. Также отмечу, что избирательная кампания Хабирова уже идет полным ходом. К ней можно отнести, ну, появившиеся вчера баннеры по городу Уфе, там, счастье работать дома и прочее, такой замечательный зелененький Хабиров. Кроме всего прочего, конечно, Хабиров беззастенчивый за бюджетный счет, ведет агитацию в свою пользу при помощи вот этих вот безумных фестивалей и всевозможных сабантуев. Это целый комплекс агитационных мероприятий. Ахмадинуров ездит по сабантуям в Нефтекамске и беззастенчиво агитирует за партию «Единая Россия», которую представляет Хабиров на выборах. Ну, и отдельно, конечно, вот на сабантуях. Буквально сейчас, сегодня, вчера и завтра сабантуи идут. Самым, наверное, таким грандиозным сабантуем будет сабантуй в Сибае, куда привозят господина Стивена Сигала зачем-то. Я не знаю, какая связь между Сибаем и Сигалом. Мероприятие по привозу только Стивена Сигала обходится бюджету республики примерно в 9 миллионов рублей, плюс, например, 2 миллиона за какой-то там концерт в Сибае, еще и еще. Вообще только сибайский сабантуй, по моим подсчетам, обходится в 20 с лишним миллионов рублей. Не забудем и про 100 миллионов практически истраченных на вот этот трехдневный фестиваль «Сердце Евразии». Вообще, конечно, Хабиров живет на широкую ногу. Его агитационная кампания, конечно, никак не может сравниться ни с кем из-за его якобы конкурентов на этих выборах. Конечно, как бы не захлебнуться в этих фестивалях до сентября 2019 года. Еще немного о выборной тематике, но не о выборах Хабирова, а вообще о том, как могут проходить выборы в республике Башкортостан. Учитывая то, что ЦИК возглавил человек, который, или которая, вернее, не имеет никакого избирательного опыта и никогда не участвовала в избирательных кампаниях, а у самого Хабирова все очень бедненько и плохенько с технологами в его команде, закрадываются подозрения о том, что выборы Башкортостана могут быть очень грязными и очень неправильными. В подтверждение этого расскажу историю, которая случилась в июне, вот в этом июне 2019 года в Белорецком районе. А именно в Ишлинском сельсовете, в избирательном округе номер 5, прошли до выбора в местный сельсовет. Ну, в общем-то, совершенно незначительное событие, на которое можно было бы и не обратить внимания, если бы не один факт. На днях в прокуратуру и ЦИК Республики Башкортостан поступило заявление, подписанное огромным количеством избирателей вот этого пятого округа Ишлинского сельсовета, в котором они требуют отменить результаты выборов, которые прошли 2 июня 2019 года в их сельсовете. Речь идет о том, что на выборах там конкурировали два человека, это госпожа Зиброва Л.И. и господин Маметов А.А., которые, ну вот, как бы конкурировали на этих выборах. Абсолютное большинство избирателей на этом избирательном округе, судя по всему, проголосовали за господина Маметова. Однако, к их великому удивлению, им объявили, что победила госпожа Зиброва, представляющая ту самую Единую Россию. И вот сейчас сложился уникальный такой момент. Количество избирателей на этом избирательном округе ничтожно мало, их там несколько десятков. И практически все они сейчас написали заявление в ЦИК о том, что они не голосовали за победившую якобы госпожу Зиброву. Вот этот именно момент может стать моментом истины для госпожи Макаренко, которая сейчас будет вынуждена принять некое решение, отменить эти выборы, или настаивать на своем, как говорится, единороссовском, и признать вот эти результаты верными. Однако, тем самым, они, конечно, покажут населению, в какой манере будут проходить выборы в Республике Башкортостан в сентябре. И немного об экономике. Помните вот эту феерическую победу нашу, или там, не знаю, достижение по поводу инвестиций на Санкт-Петербургском экономическом форуме, когда было заявлено там 80 миллиардов инвестиций, из которых половина это логистический центр господина Носкова. Так вот, на этой неделе ко мне попали какие-то странные документы по поводу логистического центра, который должен быть построен в Иглинском районе. Я говорю о Уфимском территориальном транспортно-логистическом центре, который предполагается там строить. Дело в том, что вокруг организации этого мероприятия фигурируют какие угодно компании, но только не компания Носкова. Я что-то не понимаю. Вот это ООО «Компаньон», ООО «Шефер», которые заявлены как устроители этого логистического центра в Иглинском районе, они вовсе не Носковские. Это компании, которые аффилированы господину Халяфову и Шмуратову, господину Романчикову, которые напрямую связаны с КПРФ и непосредственно с господином Ющенко. Я что-то не пойму. У нас что, несколько логистических центров будет вокруг Уфы? Или господин Носков был только дымовой завесой для вот этой затеи? И вообще, при чем здесь вот эти коммунистические бизнесмены, которые внезапно в Иглинском районе начинают что-то строить? Не является ли это некой формой благодарности господину Ющенко за выдвижение Кутлугужина и больше никого от КПРФ? В общем, странная история, но логистического центра Носкова не видно и не слышно, а логистические центры коммунистов вот у нас заявлены в Иглинском районе. Не знаю, что там получится, но тем не менее, ТПП РБ провело вот это мероприятие по подписанию этого соглашения. Посмотрим, что будет дальше происходить в Иглинском районе. О борьбе с коррупцией, которая как будто бы продолжается у нас в республике, я говорю о деле Гурьева и госпожи Берг. В этом деле на прошедшей неделе произошло много важных событий. Первое и самое главное, госпожу Берг выпустили из следственного изолятора, ее отпустили под домашний арест, что, собственно, было абсолютно неожиданно и для Следственного комитета, и для многих других. Судя по всему, дело Берг заканчивается. В ближайшее время, я думаю, что ее дело будет передано в суд. Там-то все достаточно понятно. И вот, в принципе, промежуточные результаты этого расследования. Госпожа Берг признала все то, что ей вменялось в вину по части ее злоупотреблений на тех должностях, которые она занимала. Госпожа Берг никак не связала себя и свои действия с господином Гурьевым. Судя по всему, учитывая ее положение матери-одиночки несовершеннолетнего ребенка, несудимость в прошлом и возмещение того, в общем-то, незначительного ущерба, который она нанесла, я полагаю, что ей будет вынесено решение о условном наказании. Там 3-4 года, я не знаю, как уж решит суд. В отношении дела Гурьева тоже произошло одно очень важное событие. Я имею в виду историю с цветами Башкирии. Вот мы в прошлый раз об этом говорили очень много и рассказывали о попытке связать вот эту землю, вот эти истории, которые в основном-то связаны с господином Искужином и другими людьми, а вовсе не с Гурьевым, с преступной, якобы преступной деятельностью господина Гурьева. Так вот, на этой неделе Следственный комитет вынес отказное решение по части возбуждения уголовного дела в этом эпизоде. По цветам Башкирии больше Гурьева ни в чем не обвиняют. Остались предыдущие обвинения, с которыми сейчас работает следствие. Будем внимательно наблюдать, насколько удастся или не удастся следствию сформулировать более или менее внятно эти обвинения. Будем анализировать, как оно идет, и посмотрим дальше, что будет происходить. Еще одним загадочным моментом в деле Гурьева было то, что следствие внезапно решило произвести экспертизу компьютера и информационной системы, которая содержалась в компьютере Гурьева во время его работы на посту министра земельных и имущественных отношений. Зачем эта экспертиза и в чем там дело, я не понимаю. То есть, видимо, речь идет о предположении о том, что кто-то мог, условно говоря, со стороны вмешаться в деятельность министра и там фальсифицировать какие-то документы, пока не знаю, но когда узнаю, расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова